У меня маргинал, кстати, разочаровывает, говорит, Бладов Т5, говно, блин. Кто такой маргинал? Потому что говно, мне приходится этот менять. Кто это, блядь? Чего они все говорят? Лучше в Т4 танчить. Потому что приходится, блядь, коверкать билд, нахуй, из этого Т5 в Бладов. Да нет, то фигня, 2 ауры-то остается. Там я уже посмотрел, узнаю про качатель, если это не проблема. У тебя голды хватает на все? У кого? А, на ты шуток. У меня там 85к есть. Пора сливать ГП, нахуй, на Т5 и продавать его, нахуй. Амама криминал. Интересно, за сколько можно продавать вот так в ЛПГ-Т5? Пятьдесятка минимум, да. Да, мне кажется, больше, если за печеньку. Ну, 20к я туда брал, помню. Там, блин, а этот ксотки можно. Блядь, сколько служу в набор в гильдию? У меня тут уже, блядь, за неделю пять пацанов написало. Продаем ли мы шмот нахуй? Да-да. А, нет, в хиле, в хиле, в хиле, в хиле. Холс, варетрика, еще спит на чисто, малийский. После треша в хиле. Ну что, будущий бизнес для гильдии. Один чувак, который в этой гильдии был, сейчас он в Санвилах, блядь. И помогает создавать для Санвилов, нахуй, ДБМ. Тогда маленький 2дд. Полси в холике. Сомалийский. Кровопийцу там зачем качать, я так и не понял. Кто-то там может объяснить? Чтобы работало два куска. Без этого не будет работать она. И чтобы четыре куска работало. А где это написано? Четыре куска, или два. Шапку с ней ряду. А где это написано? Там типа с двух вешается баф, и от четырех, типа от этого бафа, еще один баф вешается. Пока. Все слишком запутанно. Ледяной деспект, не то. Последнее. В двух кусках последнее. Это ваш талант Ярос Ривендера. То есть, если у нее на двух кусках не будет ярости Ривендера, это что, на АДК, что ли? А, это на АДК, последнее, что я читаю, алё. Удар всех разный. Это двух кусков не надо. Нету там... Главное, если нужно, позовете я ниже канала. Хорошо. Нету там, не нужно. Там в этом не написано, но без твоей бафа не работает. Мне неинтересно, что у вас там будет работать, мне будет работать это обсуждение, давайте потом. Дальше, соответственно, у босса три фазы. Первая фаза. Перед еблом, кстати, так же не стоим. Соответственно, первая фаза. Босс будет танчиться в центре, и Юнар будет шнобосе. Далее. Босс будет кидать... Хуй знает, сколько времени. Сейчас я вам скажу, какой каст. Каст будет... Статический заряд. Соответственно, АДД хилы. Распределитесь. На ком этот статический заряд? Вам надо отбежать, иначе пошутаете нахуй рейд. Кто у вас будет... Кто будет у вас вблизи? Рейндж где-то примерно 10-15 метров. Но чтобы у вас доставали хилы. Далее, соответственно. Дальше все так, бьем, бьем. Далее, вторая фаза. Босс будет стоять в центре, и на нем будет щит, который не пробить. Соответственно, будет, как видите, вот эти четыре генератора. Будет выходить трэш. Такой, как мы сейчас били звероловов. Перед этим трэшем, перед еблом не стоим. На нем будет... На трэше. Будет, будет, будет. Кто у нас по ДДшникам самый мощный? Давай. Будет маленький. Маликет. Будет. И, 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 и. Маликет. И давай мастер. Вы... А, не, хотя... По милишним мобам. По милишним мобам вдвоем вы пиздите этих мобов. Постоянно. То есть, первый выйдет, его зацепит Эвинар. Соответственно, танчишь так же в центре. Ну, или, блядь, рядом в этом кругу. Соответственно, перед рожей этих мобов никто не стоит. Далее. Как его? Вы бьете, добиваете одного, соответственно, льете в нового. Алиса, на тебе все эти мобы должны быть. Надеюсь, понятно. Дима, если что, подстраховываешь. Чтобы они никуда не уходили. Если что, тянешь до Алисы. Дальше. Будет выходить стручок такой моб. Большой. В милизоне он будет феррять. Соответственно, все остальные... Как его? Набираете рунжу. Даете место вот этой ханту. Клыкач, твоя задача будет. У тебя есть агрещий на тебя выстрел. Соответственно, ты должен постоянно держать этого моба на себе. Будешь его кайтить. У него шутрия. То есть он будет цепляться на рандомных... Соответственно, все бьют по стручку по РДД. Кроме милишников. Соответственно, будешь по кругу водить его. Кайтить. Если он подойдет тебе, он тебя шотнет. Соответственно, кто будет в милизоне с этим стручком, блядь, его фернет. То есть с него вливается РДД. РДДшники также следим. Если на вас он побежит, соответственно, бежите от него. Так же в кайте по кругу. Такой длинный долгоног. Да, длинный такой долгоног. Короче, блядь, высокий, длинный хуй, узенький. Тонкий, блядь. Вот, от него ты, главное, этим выстрелом, если он сагрится на кого-то, чтобы другим не бежать, сагрится от тебя, этим выстрелом на себя его также опять приманиваешь. Стараешься бить, если что, отрывом от него отхуяриваешь, если близко подойдет. Далее, соответственно, будут элементали, ребят. Вот с воды будут элементали. Элементали чистые, элементали грязные. Соответственно, у каждого, то есть у всех буквально этих мобов по 2-3 ляма хп. У стручка 2 ляма, у милишников, не помню, или 2, или 3. У элементалей обычных их все равно надо будет сносить, так что милишники следим за этим. У них по 600 тонн. Если что, следим, бьем кучками. Так, их надо будет убить. Соответственно, будет появляться один грязный. То есть, ребят, будем под системой лута каждый за себя, потому что иначе забагается. Так, назначенные, назначенные. Я буду турбочеты, виби и лпасос. То есть, буквально держимся, следим за этим, как кого. Так, хотя нет, давай по-другому, вы будете этих бить. Давай, так, я буду. Эль-Рей, Эль-Рей, Войт, Войт. Че? Войт, Войт. Плём, не знаю, как тут. Раньше было, смотри, если элементали доходят до босса, они ему апают урон от магии. Все распределяются по кругу и убиваем, чтобы не дошли простые элементали. И, насколько я помню, раньше было, если в центр заходишь, босс начинает тебя вот на вот этой фазе, когда на него лучит. Элементалей будем убивать все. Главное мне сейчас назначить людей, которые будут бить нечистого элементаля, с которого надо будет по-лутать итем на второй фазе, чтобы эта вторая фаза нахуй прошла. И этот итем надо перекидывать. Перекидывать как? Соответственно, убиваем элементаля, то есть, Мидвей, Войт и Эль-Рей, и давай их, кто у нас посообразительней? Морфис или Миша Про? А, нет, ты на трэше будешь у тебя с ДПСом. Хорошо. Хотя, давай, Шейпер, ты с мастером на мобах, на больших, которые будут, соответственно, держать танк. Соответственно, на мальке ты будешь четвертым. Как его? Мобов надо быстро убить, соответственно, зеленый моб появляется и быстро исчезает. Соответственно, надо его отслеживать и быренько убивать. Его надо очень быстро убить. Если мы его убиваем, соответственно, его надо полутать. С него будет этот, типа, квест-итема, который надо будет перекидывать. Соответственно, встаем, то есть, первый полутал, к нему подбегает следующий. То есть, из всех из этих четырех человек, которых я назвал, то есть, Мидвей, Войт, Маликет и Эль-Рей, смотрим по комнате. То есть, помогаем, если что, бить. То есть, давай поделим на этот, как его. Ну вот, две стороны есть. Вот, видишь, здесь разделено камнем. Вот с той стороны, сейчас, да, я метку поставлю. Да. Вот две стороны есть. Просто делишь рейд на две части и все. Ну, буквально, нам надо вчетвером отследить и, как, если что, чтоб люди убили этих зеленых элементалей. Да, да. Просто делишь сколько-то. И потом, если что, ребят, перекидывать. То это будем действовать по ситуации. Соответственно, надо кинуть этот... Короче, кто возьмет этот квест-итем, соответственно, на кого его перекинут, он будет стоять на месте, ему нельзя будет шевельнуться. Соответственно, этому человеку надо перекинуть в другого. Как перекидывать? Надо выбрать человека в таргет, соответственно, нажать на квест-итем, который будет в сумке. Далее, соответственно, тот человек, который будет уже у генератора, соответственно, слушаем команду, с квест-итемом, нажимает на генератор, вы снимаете одну защиту с вайши. Надо снять четыре защиты, четыре луча. Иначе вторая фаза не кончится. Мобы так будет нахуй выходить, и, блядь, мы просто на ней вайпнем. Первый этот в трои у нас будет, как его, пробная. Соответственно, когда начинается третья фаза, второй фазе я буквально объяснил, начинается третья фаза, все стоим так же, как и на этой, как у... На второй фазе, ой, на, блядь, на первой фазе. С одним отклонением, соответственно, заряд этот будет так же, зарядом надо будет отбежать. И будет два спороската подлетать выше, то есть на два ищи будет два спороската, которые будут плевать лужу, которые очень сильно продамаживают. Все РДДшники на последней фазе играют по спороскатам, которые будут летать вверху, над боссом. По тактике я вам вроде грубо говоря все объяснил. Вот так, четыре зоны. Три, три проще. Три, ну вот три зоны. Соответственно, следим, распределяем. Сейчас будем троить, так что распределимся, посмотрим, что она может. Да, вон там в группе, скажи там, такая-то группа, квадрат, такая-то группа. Надо распределить тогда, видишь просто. Можно? Что значит? Говори. Ну, короче, типа, это для танков, чисто можете не слушать, но, короче, типа, босс кидается на танк и отходит куда-то назад, и в этот момент второй танк должен его переталочить на себя, ну и так далее, короче. Это на первой, на третьей фасе такая же хуйня будет. Так. Ребят, грубо говоря, это не касается мастера и лучшейпер. Давай. У нас сколько, блядь. Давай их прикинем в другую. Так, мастер, шейпер, шейпер. Пусть остается. А, клыкач, вот так. Соответственно, стороны креста, как его, будут стоять первая группа, со стороны черепа будет стоять вторая группа, со стороны квадрата будет стоять третья группа. Здесь, понятно. Так, рыба здесь стоит, подбежали все сюда. Где печенька? Класский ДД или остаемся? С опротом. Еще по 21 минуте вроде. Так. Все, все попили. На всех бах висит. Чек на готовность. На боссе имеют стойкость? Ряд ли? Нет. Эвинар. Окей. Шредер готов. Сразу выходит или можно врываться в босс? Мобы не выходят до второй фазы. На второй фазе выходят мобы только. Соответственно, на третьей будет только спороскат. После второй фазы... Погоди. После второй фазы, соответственно, всех мобов мы должны долить, только потом вливаемся в босс. Со стороны креста стоит первая группа. Ну, я имею ввиду, ориентируйтесь на вторую фазу. Со стороны креста. На второй фазе. Первая группа. Со стороны черепа. Вторая группа. Со стороны квадрата. Третья группа. Надеюсь, все понятно. Сейчас милишники под боссом. РДДшники. Рэнджу наберите. Вокруг пайш. Чек на готовность. А с кем дебафом там убегать надо? Татистический заряд. Татистический заряд. Все готовы? Отсчет на пол. Блядь, при слове атака только нахуй надо было бежать. Веру. Веру. Сколько нерямов хп? 110. 120. Вот шейпер убежал. Побил. Оплетение. Оплетение не обращайте внимания. Ебе. Рэнджу набери. Угу, ебе. Бинар, рахил. Бинар, бейтамон. Угу, плядь, плядь. Не глянь. Да я вижу в оплетении живет. Так, вон, собрали меня. Помнили. Подписывайтесь. Так, сэксплата. ставьте его в центр можете чтоб босс не двигался но по сути сомалийский джону бери нормально главное близко другую к шарке стол так пазл распределились элементарий боссу петов от босса уберите молния бьет петов убрали как я и говорил босса не подходим к тем вокруг него элементарий головной убивать смотрим за ядовыми анонсите где ядовый гвардеец 5 секунд алиса готовимся ловить его делом ядовый череп убили в череп быстро череп со стороны квадрата стражник 5 секунд плыкач готовится прохилили рейд а не давай давай меня кидай выделяю кидай рдд бейте все по стране масса в тебя кинул прохилл рейда кидай меня моса кидай быстрее так одно сняли набиваем элементарий следим черепи соленаки зеленый со стороны кого так где квадрат блять он исчезнет по зеленому играйте блять он исчезает он 15 секунд сидим где лыкач умер блять моса подыми клыкача пожалуйста второй долганал того еще не залили да нет и миликов не залили мобов так на мой ссс был нет так один дезактивировали гвардеец 5 секунд долганок вылез со стороны не входа со стороны воды зеленый зеленый со стороны черепа так стороны черепа блять у нас долганок очень ужасно ходят через вот эти вот идеи генераторы защитного поля вайше его бить просто нельзя когда он находится в центре вот этого защитного бобышки который надо за деактивировать клыкач ты вводишь через них нельзя так водить так легли блять они отагриваются наверное не легли по-другому вводить их по внешнему кругу они по внутреннему не отагриваются но отагриваются но все равно если бы он стоял вот здесь то он бы не пошел в середину туда в любом бы случае на краю если бы стоял где спуск на лестницу а когда он стоит я понял один хуй около края понимаешь ты стоишь другой стороны тебе ну тебе то все равно где то стоишь просто понимаешь и он идет в ту сторону ближе к центру мобов подождите вардейцев надо держать центры или не надо держать центры ну надо этот краю держать я сейчас покажу погоди блять я не видел сколько у зеленых по чем 400 чем-то из 469 что это печь на и так 460 говорит вебе что гвардейцы куна да в чем проблема сейчас на зеленых было блять силы и не прохиливает потому что стоят в центре тех тухи пиздец зеленых они просто вот как я сейчас поток блять от молнии потому что никто не за лестницей они меня не видят внизу короче надо как-то делиться хилам чтоб хилы свою зону хилили мммм вакханалия получается значит 4 зоны надо делать по 5 меткам 5 не знаю ну 5 меток куда хилы разбегутся потом он будет хилить каждый в свою сторону соответственно до кого достают сейчас переставим распределять да сейчас так ну переставь пока саня а ты говорил там два этих двоих хватает чтобы залить его там 15 секунд так это получается как на кубах вот такая постанова короче вот смотрите вот у нас 5 меток да вот можно короче рейд в этой в рейдовой фигне вот этой раскидать короче получается в одной пати будет кто там хилл ну там допустим первой пати хилл 4 дамагеров трое пати там хилл танк и 3 мощных дамагеров ну вот так вот типа раскидать и на каждой пати будет соответствовать своя метка вот и все вот их пять меток тогда нам будет проще хилл и централизуется мы заливаем гвардейцев или нет гвардейцев пить в каждой гвардейцев надо ебашить сколько у них ип они 2 миллиона их танки тончат ну рдд просто их доты должны они потихоньку должны умирать дот этих надо по-любому мы убиваем пока два есть шейпером убивая 2 1 еще жив блять уходит и давай сейчас подумаем как там разделить андарей сколько у нас танков 2 откуда мы бы идут с любой стороны да ну вот смотри так ну допустим с любой не знаю ну допустим если танки будут стоять да блять подожди танки допустим будет стоять звезда луна ромбик ну вот так типа что между вот этой фигнё где треугольник и кружок они будут и посмотреть допустим да а вы в погоди а вы в одного танчите ну блять а то что станет вайшу похуй прохиливает так так значит микстурка и винар и кто в третий танк никого а как а сколько танков надо 2 или 3 два дака у нас блять санвил вообще в одного убивают ммм не знаю ну а зачем тут третий ну а еще типа два нужно ну чтоб ее танчить ну вот значит два танка значит значит ромбик не надо не надо трех танков значит значит треугольник и кружок танки будут стоять ну грубо говоря ну грубо говоря тупо глядя вы слопите их потом и все главное цеплять это допустим с 6 сантиметки нет выйдет помежду луной сейчас блять все не нужно подумать не нужно подумать сейчас я раскидаю пати я понял столкните пожалуйста нахуй слишком много информации блять много блять советчиков винар стоит блять примерно где то вот здесь вот дима подцепляешь мобов приведешь к ней она себя заберет где то со стороны квадрата саня чё будет если да дойдет давайте элементарь должна быть по идее у вас не доходил сейчас объясню вы стоите вот где мы сейчас все стоим я там один ебашу троих этих ублюдков в солян пока вы здесь с долгоногом с клыкачем и со всей этой хуйней чё то делаете я там соло совой ебашу третьих элементаря как вы думаете я их убью один ща погоди подождите сейчас все распределится рейд равномерно и все будет нормально я так думаю вообще слышишь микс турку нахуй поставить на этого на большого ёбты пусть он бегает винар пусть нахуй подцепляет мобов надо проверить пашет ли гриб на зеленых если зеленого грибнуть наверх блять у вас могут бить не только выбранные подвешники но еще кто то может ладно успокойтесь вот смотрите короче первая группа будет в луне вторая группа будет в звезде в первой группе есть хилл сомалийский во второй моса третья группа будет треугольники это костель моего про шерпиступ хилл там и винар и император четвертая группа будет в кружке микс турка маленький добыча голова трубой с шейпер пятая группа будет в ромбике тут тебе обзор хороший на весь рейд с ромбика если повернешься на ваш смотреть так погоди у меня секунду сколько тут 1 2 1 2 1 а как я гвардейцы буду бить в этом 1 раз-1 2 1 2 1 2 ТАК эм уф да я думаю чтоб не этот ты смотри на дадешеров да я вижу эм смотрите ребят Давайте попробуем так. На второй фазе, соответственно, Дим, цепляешь стручка, нахуй, вводишь его вот так и по кругу, нахуй. Водить по кругу за стойками, главное, если в стойке заводишь. Алиса, с тебя смотри, чтоб ты всех гвардеесов забрала на себя и стоишь в квадрате, нахуй. Далее. Так. Вот тут у нас. Мастер. Мастер. И давай. Мастер. Мастер, мастер. И давай, вудшепер, вы также бьете этих мобов. Соответственно, Алиса, ты их танчишь. Остальные, ребят, по меткам, когда вас распределили, для RDD-шеров. Дима будет водить вам этого, как по кругу. Эту хуйню длинную. Если вы достаете, вы в нее вливаетесь. Не достаете, стоите около своих меток. Соответственно, достали, вливаетесь. Не достали, льете элементолей. Надеюсь, понятно. Еще раз, еще по группам сказать. Да, да, да. Еще раз распределим. Или знаешь, еще как проще я сделаю на человека просто метку. В вашей группе будет человек с меткой. А соответствующий тебе метки. Не надо, смотри. Ну, как ты распределял? Какие группы? Ну, вот первая луна, вторая звезда. Первая луна, вторая звезда, третья печенька, четвертая. Третий треугольник. Да, похуй. По кругу просто развели. Первая луна, вторая звезда, третья печенька. Четвертая. Четвертая. Вот я кинул. Ромбик. Пятая трусы. Пятый в ромбике надо стоять, потому что мы бьем тут этих, блядь, гвардейцев я бью. Да, я тебя в ромбик поставил, чтобы тут обзор лучше на весь рейд. Ты повернулся на вайш и увидел сразу все четыре метки. Так, погоди. Первая луна, вторая звезда, третья печенька, четвертый ромбик, трусы, пятая, правильно? Так, она вам этот, так, давай тогда, хорошо. Пятый ромбик, нет, пятый трусы. Так, мастер, сюда, маленький, сюда, шейпер, сюда, мекстурка, пятую, сюда. Соответственно, первая, запомните, первая держится около луны на второй фазе, вторая держится около звезды, третья держится около печеньки, четвертая держится около ромбика, пятая держится около трусов. Надеюсь, понятно. Соответственно, дальше. Стручка, РДДшники, достаете, бьете, достаете, бьете других. Соответственно, дальше, по меткам, смотрим, если, к примеру, между ромбиком и печенькой, вот здесь вот, внизу появился элементарь, или со стороны печеньки появился элементарь, соответственно, с ромбика убежали к печеньке, со звездочки убежали к печеньке, убиваем элементаря. Ваша задача, самое главное, убить зеленого элементаря. Ребят, запомните это. Да, соответственно, также помогаем. Убили зеленого элементаря, вернулись по своим позициям. Дальше, там, кого этот увидим, там этот, и перебрасывайте. Там, тот-то в того-то перебросил, этот в того-то, и по той ситуации. Соответственно, также, появился со стороны ромбика, с печеньки сбежались в ромбик, сюда бьем зеленого. Соответственно, с трусов также подбежали сюда бьем. Клэкач, ты тут? Главное, помогайте. Иначе мы, блядь, так и ляжем. Дальше, подходим опять к ромбику, получаем сопроту, кого нету. Бить ее будем под сопротами. Клэкач тут. А вот интересный вопрос, а если в барлыке поставят порт туда, он сможет сквотисту просто телепортироваться? Не знаю. Будем пробовать, будем чекать. Могут, соответственно, с той стороны, которая есть, берите, делайте тпшку. Если что, у вас бросать просто будем. Надо, главное, дойти до генератора и заюзать квестовый, точнее, с этим квестовым, точнее, не квестовым, с этой, блядь, хуйней, заюзать этот генератор, чтобы снять один луч. Да, мы снимем 4 луча, мобы прекратят нахуй появляться. Соответственно, Вайши активируется, мы ее начнем бить. Вечер добрый. Здорово. Привет. Сейчас посмотрю, кто будет по ДПСу маленький, соответственно, нахуй буду менять. Шредер или Богорему можно поменять на царя. Так, Ромбику, даем обмен. Кого нет сопротов, быстрее. Кого закончились сопроты? Ну сейчас Рослова по кругу будут водить, РДД его видите, мимо вас проходит, доток накидали и дальше смотрите. Круг, шерпи, ступ, соответствуют 3D метке твоей группы. Пока достают, пусть бьют, потому что он выходит по таймингу. Двоих уже, блядь, будет неудобно держать. Кстати, когда он выходит из воды, этот высокий, Рослый, будьте осторожны, он может вас убить. Уебать. Да. Еще кому нужны сопроты, быстрее подходим. Я, блядь, до вас бегать не буду. Умрете без сопротов, получите ГП. Пропили сопроты. Чек на готовность. Бычьи головы, ломбики. Первая группа, луна. Вторая группа, звезда. Третья группа, кружок. Четвертая группа, ромбик. Пятая группа, треугольник. Надеюсь, все поняли, поняли, на каких группах, кто, когда и распределяется. На второй фазе вам повторили. Какая, что группа. Еще раз повторяю. Первая луна, вторая звезда, третья печенька, четвертая ромбик, пятая трусы. Все готовы, отчет набрал. Гвардейцев там объем нет. Да, назначенные люди уже стоят на этих гвардейцах. Присловие атака, блядь. Четвертая ромбик. Ахрен, а водить босса можно? это физу. Нет, и поэтому второй танк должен вот паунчить на себе. Маликет. Лизко только к РДД не подходи. Торбак. Благи у всех? Да. после опять на турбо и поднимать все на видео вторая фаза никто не бьет поэтов убрали распределились по меткам бьем элементалей озвучим с какой стороны метка так гладеет 5 секунд 5 секунд нечистил элемента печеньки с ромика ушли печеньку по печенью со стороны печеньки бьем звезда и ромбик помогли быстрее прохил рейда кто взял ой на меня поймал да дальше альрей дальше серия прохил прохилили блять со своей стороны на меня кинь подойдешь к этому да подошел кидай лови вардеев снял как у качбрит умер молния молния да лаги пиздец на луна луна стороны луны на луне русы звезда прохилили рейд алиса ты в бладе дай прожимку нет 4 шейпер словил блять босса за моба за грина кидай загроз кинул дальше в кого кинул кидайте кто двигает кидай кидай дальше он дальше стоит вот меня выбери в цель и в чем далеко это кто они назовите его блять этому вопрос кидай выбери сумку открой кинь нажми на эту хуй ту вот к стойке подойдите кто-то на луне нечестивая со стороны печеньки к стойке возле луны подойдите кто-то перекинуть надо кому-то шарик луна на войде подойдя не могу а мне трэш висит сука с луны надо убить этого элемента дать да что ты отбежал то пиздец перей сейчас я подойду на лог перекинь мне луне обратно это говно кидай на меня пробок григо 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 кидай все деактивировали трэш блять так кто там близко не к тому подбежал и давай меню где ты ну шо я давно встал моба длину да ебись странник третий блин это бред тёма ты квартир са тоже нахуй блять в общем 1-2 все я в страхе я вижу бегле тп в шатрат полетели в крепость бур рано до сюда ходить а чё рано блять надо понять тактику они блять не поднимают 100% фрейд кстати я мой вопрос так и не понял то что он стоит в круге с двух травер он где-то с вами там тусовался в круге 4 человека стояло лакала еще плюс очень сильно в общей жизни все следующее следующем кд не будет лагать убьем босса нормально сука сто семьдесят ясно походу тут настало время смотреть тактику иллюжно какая тактика нормальная тактика встали резали стопа поставили полетели просто это командная работа здесь по собране надо быть но мы тут два раза всех бы а мы вон с темой да за два захода в принципе донесли но чаша была деактивирована я блять тупо но она была на другую бежать ну ничего шредер блять сколько 5 секунд понадобилось не на чем сколько мы свое тоже быстро доставили свою тоже блять если все я говорю блять если вы можете поднять свой скилл за 5 секунд блять знаю своего персонажа блять можете выбрать сумку сука во время боя блять найти этот квест в этом нахуй кинуть в другого человека выбрав его в цель блять а мы не можем нахуй пока не научимся блять не будем ее убивать ну и люди тача чтоб не дай ну блять там узнает они умирали непонятно как вот по деталям смерти клыкача например 6 секунд не хелили 3 молнии по 7000 его убило еще раз говорю лагает воет очень сильно ну вот значит лаги виноваты просто полетели крепость бурь тогда крепость бурь летим так карена давай на замену пойду я похаваю а без лагов царь в рейд детали смерти я два круга за собой вел милищного моба в коте под спринтом два круга как ты думаешь от чего я сдох он меня догнал я тебе расскажу как я стою убью одного моба смотрю блять у меня срыв игра переключаясь на другого моба смотрю на лучшей перемог висит какого хуй поймешь ну так наверное три танка надо раз танки не справляются нет у нас здесь один танк в другой гильде понимаешь мы не другая гильда как вы себе это не можете понять вот ты понимаешь мы 3 моба стоит гвардейца нахуй мы не можем не залить по той причине что я ступаю дпс чтобы не сорвать блять и третья нахуй причина которая еще есть для десмы спектр третьего танка либо еще шестого тела мы хуй их обе убьем как так алиса спек он холика делай сразу что у них у тех трех спеков европейсминс одинаково но я влече сделано что вы чисто потестить так вот я прочитал блять по 4 блять вот опять у бадыка я не увидел что надо блять скачивать кровопий не тоже там не написано но она не работает без этого мастит гамео так сейчас погоди за посмотрю просто надо играть бадыков 4 до 4 не все просто я спрашиваю из-за того что я вернусь парите в ока сейчас сыграют поэтому я на замене или я эту сейчас ребята у кого сильные лаги кто хочет на замену сразу же говорим шрадер плюсуй давай на замену стоял бред смотри я его угадал бред че мы за коротреса кинем косарь да да кидай а за уже врать а иллюзор там блин я не знаю важно неважно сами там потом решить единственные вот это огромный недочет у нас был милики спускают твери поднимаются наверх по лестнице потому что но они не бьют сразу элементарий челт мили там дел да я принято я не за все говорю я подожди я говорю у меня была такая история вот я это или одного элементария бил что это говорю уже до тех пор что этот элементарий уже почти до больше дошел просто я не знаю где все были с моей стороны кто-то убежал куда-то я вас по факту там три человека примерно на 1 на 1 подъем 3-5 если вы слакайте стоите вам делать нечего должны помогать соседу своему милики не должны подниматься наверх из-за этого элементария смотрю там по 2 элементария уже некий на некоторых местах белых уходит чистых вот а в некоторых местах просто стоят люди ковыряются в носу милики имеется ввиду не рдд рдд там старается пахтят этого вонючего долгонога большого убивают расставляет так рейд чтобы было как минимум в парке 2 рдд 2 милика и 1 hill но так почти не получится потому что у нас еще два танка ну не знаю значит и всех рдд вершников концентрировали посередине между там ромбиком и печенькой там еще и еще одну метку захватить и милики по углам метки не там пять с пяти места уходит элементарий ты не сделаешь 4 метки там если в углу если в углу будут ну это понятное дело для этого нужен мозг чтобы стягиваться а не ковыряться у нас устоять об этом весь разговор идет и можно 4 метки поебем 1 элементаря это не будет страшно если я приду срочно все хорошо 4 метки 2 метки 3 долгоног вышел тем тебе это чем-то говорит вот нельзя ртд так раскидывать я забираю второго я даже не вытумал кого вид дарить потому что нон-стопом выходили элементаре просто нон-стопом я помог с одной стороны вышел со второй и отбегал туда-сюда не до долгонога было вообще фиолетово некогда было его долгонога держать семерых постоянно элементаре нон-стопом убил 1 2 вылез но у ртдшников я думаю что приоритет просто должен быть этот долгоног как только один доходит ну по таймингу выходит сразу второй я помню что на бк